Это был коротенький мультик, и вот сейчас я уже очень коротко, как-то так быстро время пролетело, очень коротко обрисую сами инструменты коучинга. То есть планирование результата заключается в задавании, последовательном задавании четырех шагов, четырех вопросов. Первый, что я хочу, почему мне это важно? После этого мы спрашиваем, в чем будет результат, как я пойму, что результат наступил, после этого, как я могу это получить и какие есть препятствия на моем пути, что меня может усилить. Задавая вот эти четыре вопроса, коуч задает только вот эти четыре вопроса. Когда коуч задает вот эти четыре вопроса, он слушает ответы в рамках результата. Рамка результата – это ответы должны быть, и коуч помогает их формулировать таким образом, чтобы они были сформированы позитивно, без частицы «не», чтобы находилась в зоне контроля, в пределах зоны влияния человека. То есть мы не можем на самом деле решать за других людей. То есть цель, пример. Я хочу, чтобы моя жена приносила мне кофе каждое утро в постель. Находится ли это в зоне моего контроля, в зоне моего влияния? Ну нет, я не могу как бы залезть в саму жену, но и вот эта вот стрелочка, я могу переформулировать, что я могу сделать для того, чтобы моя жена приносила мне кофе в постель каждое утро. А вот эта формулировка находится в зоне моего контроля и возможностей. То есть это одна из ловушек. Мы часто хотим, чтобы он сделал вот это. Мы не можем себе ставить цель, чтобы он сделал вот это. Мы можем поставить себе цель, что я могу сделать для того, чтобы он сделал вот это. Это важно. Экологично. Согласовываются ли наши ответы, что я хочу с окружающими целями самого человека и с целями окружающих людей? И мы проверяем, коуч проверяет это, когда мы задаем вот эти предыдущие вопросы. Ну и наконец рамка результата. Результат мы проверяем на достижимость, измеримость, специфичность, конкретность определения во времени. Вот кстати диска. Я вспоминал, думаю где-то у меня это было. Это была рамка результата по коучингу. И это был дискоучинг.